МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В понедельник около половины 11 утра на улице Победы в Саранске произошла авария, в которой погибла 65-летняя женщина. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, а оказалась под колесами в Азовской десятке. Пока шло оформление ДТП, на месте мы встречаем родственников погибшей. Они рассказали, что женщина проживала неподалеку, а шла в одной из расположенных на противоположной стороне дороги медицинских учреждений. Ей нужно было преодолеть всего пару сотен метров. Вот, в квартире ехали, навезли дочку в больницу. Вот и не успела переходить дорогу. Нету спартафора, люди едут, я сам водитель, но я осторожно езжу. Не останавливают, скорость не забросают. Ну вот и все результат того, что неосторожность водителей. Мужчина, который был за рулем десятки, все время, пока мы снимали на месте происшествия, находился в патрульной машине. Дорожные полицейские оформляли ДТП. Поэтому о водителе и его точке зрения на то, что случилось, нам рассказывают представители этой службы. Мужчина, 1952 года рождения, управлял автомобилем ВАЗ-2110 и совершил наезд как раз на эту женщину. Женщина от полученных травм скончалась. Мужчина пояснил, что он данную женщину на проезжей части не заметил. И предварительно видимых признаков состояния алкогольного опьянения у мужчины нет. Есть ли у водителя десятки алкоголь и другие изменяющие сознание вещества в крови, покажет экспертиза. Правоохранители уже работают над тем, чтобы установить все обстоятельства смертельной аварии. Вполне возможно, что им в этом помогут записи камер фото-видеофиксации. Павел Степаненко, Андрей Просвиркин. Происшествия. Десятый канал. Десятый канал. Подозреваемый Мушанов был знаком уже несколько лет. Но в этот раз найти общий язык мужчины не смогли. Произошла ссора на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В результате подозреваемый нанес один удар ножом в область грудной клетки потерпевшему. Поняв, что произошло, хозяин квартиры пошел к соседям и попросил вызвать скорую помощь. Но спасти мужчину медикам не удалось. К их приезду признаков жизни бывший сотрудник МЧС уже не подавал. Конфликт был настолько внезапный, что участники застолья не могут назвать его точной причиной. По одной из версий, знакомые поссорились из-за девушки. В шоке сейчас и соседи. Никто из них не ожидал, что Ушанов может стать участником таких событий. Полковник. Мне уже примерно 68 лет. Я с ним полиоделекторник. Вот-вот убирался. Вот эти вот... А из-за чего получилось, ты не знаешь? Я уже... Я услышал тут уже часов, наверное, в 8-9 вышел к дом. У меня там мужик сказал, а вот так, а так. А что, говорят, что произошло у них там? Да убили вроде бы. Потом зарезали. Вскоре подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас следователи пытаются восстановить события трагической ночи. В уголовном делу проводятся следственные действия. Допрашиваются свидетели и очевидцы данного преступления. С целью установления точной причины смерти пострадавшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, собирается материал с целью, характеризующий материал на потерпевшего, а также на подозреваемого. Сам подозреваемый своей причастности к совершению преступления не отрицает. По решению суда он заключен под стражу. Дарья Аберясева, Валерий Балаев, Происшествия, 10 канал. Большая Березняковская полиция разыскивает без вести пропавшего Толоконцева Александра Александровича 1993 года рождения, который 15 ноября в ряда утром выехал из Саранска на своей автомашине в райцентр, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы Толоконцева. Рост 165-167 сантиметров, среднего телосложения, волосы светло-русые, короткие, глаза серо-голубые. Был одет. Шерстяная кофта крупной вязки серого цвета с капюшоном, штаны спортивные темно-синего цвета, кроссовки зимние серо-синего цвета с белыми вставками. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Толоконцева, просьба сообщить по телефону в Больших Березняках. 2-23-70, 2-13-74 или 102. 3-й отдел полиции Саранска устанавливает местонахождение без вести пропавшего Грохотова Александра Юрьевича 1988 года рождения, который 2 февраля 2017 года около 9 часов утра ушел из дома в Атюревском районе, и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Примета Грохотова на вид 28-30 лет, рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения лицо овальное, волосы короткие. Был одет балоневая куртка синего цвета, шапка кожаная с мехом, джинсы синие, черные ботинки. Граждан, обладающих информацией о местонахождении Грохотова, просьба сообщить по телефону 29-90-02, 29-90-39 или 102. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова